Ну что ж, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, здравствуйте! Сегодня на нашем семинаре МЦИС мы будем обсуждать работу Германа Капелина «Fixing Language and Essay on Conceptual Engineering». Представит ее Александр Мишура, также докладчиком будет сегодня Евгений Логинов, который, видимо, выступит скорее с критикой этой работы. Я рад приветствовать докладчиков и поспешу Александру передать слово. Александр, прошу. Да, спасибо большое, что коллеги собрались здесь сегодня. Я вот вначале скажу два слова, почему я вообще инициировал эту встречу, Андрею в свое время написал. Я помню, Вадим Валерьевич как-то говорил о том, что для нас в отечественном философском сообществе важно понимать и следить за тем, что в принципе происходит в рамках какой-то методологической дискуссии, дискуссии о том, как должна быть устроена философия за рубежом. И наша задача стоит не столько в том, чтобы как бы встроиться в эту дискуссию, а скорее в том, чтобы не прозевать что-то интересное, новое, любопытное, в том числе, что может возникнуть у нас или за рубежом. И при этом я, когда спрашивал у своих коллег, сталкивались ли они с вот этим дискурсом про conceptual engineering, или я его буду переводить как конструирование понятий, хотя потом сделаю несколько оговорок. Когда я спрашивал у коллег, сталкивались ли они с этим, слышали ли они, что вот есть такая активная дискуссия, которая вот буквально сейчас, в последние годы, присутствует в журналах. Обычно я сталкиваюсь с тем, что коллеги не в курсе. То есть они просто не сталкивались с этой тематикой, с этим словосочетанием. Это, разумеется, что они не сталкивались с самой проблематикой, потому что она более-менее традиционная. Скорее, вот именно обсуждение, актуализация этой проблематики, обсуждение ее в условно-англо-американской журнальной истории, оно как бы, ну, по крайней мере, я не сталкивался с тем, чтобы кто-то о нем знал. А тем не менее оно, в общем-то, достаточно бурно развивается. И мне, поэтому я решил вот просить коллег собраться и просто вот обсудить, высказать свое мнение по поводу перспектив этого методологического направления, по поводу того, насколько оно в целом состоятельно. Вот, я в этом отношении, как бы, моя задача увижу, как просто рассказать, ну, у тебя спросила у Андрея еще до семинара про регламент, и понял его, насколько я могу судить. Моя задача – это рассказать об авторе, чем он занимался, кто он такой, чем известен, где работал. Рассказать, собственно говоря, об основных идеях книги, о ключевых тезисах, которые он там отстаивает. И всю критику я вначале оставлю Евгению, потом, может быть, в контексте дискуссии тоже что-то выскажу. Так что вот я в своем выступлении скорее буду ориентироваться на описание. Да, и опять-таки хочу подчеркнуть, что вот в целом не могу сказать, что этот проект кажется мне беспроблемным и таким, скажем так, лишенным опасностей, напротив, может быть. Но он вызывает у меня достаточно много вопросов. Вот, ну, так, начну я с рассказа о том, кто, собственно говоря, такой автор. Кто такой Герман Капелин, где работал? Ну, Герман Капелин – это норвежский автор, он родился в Норвегии. Кстати, про обоих его родителей есть статьи в Википедии. Мать его была актрисой, а отец – издателем, публикатором Марселя Пруста и других известных авторов. Вот, Капелин родился в 1967 году, учился вначале в Оксфорде на программе «Философия, политика и экономика». Любопытно, у нас в Лышке есть программа, которая называется «Политика, философия и экономика» или «Политика, экономика и философия». Короче, ингредиенты там те же самые, но порядок немножко другой. Вот, он закончил ее в 1989 году и потом в 1996 году уже в Беркли защитил диссертацию на тему «Метафизика слов» и «Семантика цитирования». Вообще, тут, как бы, что касается такого интеллектуального бэкграунда автора, нужно отметить, что Капелин пришел, так сказать, из философии языка и много занимался философией языка. И вот в этой всей истории про конструирование понятий очень часто, хотя он часто, ну, достаточно не вдается в технические детали, а предпочитает в этой книжке писать такими общими мазками, по его цитатам, по тому, как он использует терминологию, видно, что он специалист по философии языка и, в принципе, понимает хорошо, какая там есть проблематика, какие там есть узкие места, как нужно осторожно говорить. После того, как он получил PhD в Беркли, там, кстати, среди его супервайзеров, среди его руководителей из Сёрла в том числе упоминается. И, кстати, в книге своей про конструирование понятий он тоже в одном месте опирается, обсуждая аргументы в пользу релевантности конструирования понятий на теорию Сёрла о том, как язык конструирует социальную реальность. Так вот, после получения PhD он работал в Вассарском колледже, это такой частный университет в городе Покипсе, штата Нью-Йорк, и, что любопытно, это первое учебное заведение в США для женщин. Потом, после этого Вассарского колледжа, он перебрался в Оксфорд, оттуда в Сент-Эндрюрский университет, а потом вернулся на родину Восло, и вот как раз в университете Осло он начал развивать эту тему, связанную с конструированием понятий. Там же он открыл Concept Lab, которая продолжает существовать, такую лабораторию, которая занимается исследованиями, этой методологией конструирования понятий. А сейчас он перебрался в Шанхайский университет и открыл там еще одну Concept Lab, еще одну лабораторию конструирования понятий. Вот, это в двух словах какая-то такая общая информация об авторе. Что касается того, чем прославился. Андрей мне так не знал, прям, чем прославился. Если верить Google Scholar, то самая цитируемая работа Капеллина, это его текст, напишенный в соавторстве Сэрни Леопор, он называется «Защита семантического минимализма и плюрализма в отношении речевых актов». В общем, книга про то, что значение наших слов не столь зависимо от контекста, как многие считают. В контексте нашей темы я бы тут сказал, что в этой книге Капеллин уже такие важные методологические вопросы затрагивает. В частности, он хочет выстроить такую методологическую альтернативу в философии языка гроссианским подходом. Хочет показать, что семантика предложений, их пропозициональное значение гораздо более стабильна, чем это может следовать из философии языка Грайса. А напротив, классификация речевых актов позволяет нам ответить за разнообразие, многозначность употребляемых выражений. Семантика выражений более-менее стабильна, а вот то, что ими достигается, то, какие речевые акты реализуются с помощью этого пропозиционального содержания, оно как раз куда более разнообразно и контекстуально чувствительно. Вторая популярность работа книга Капелина имеет такое провокативное название, называется «Философия без интуиции». И, в общем-то, уже по названию понятно, что Капелин там тоже занимается методологическими вопросами. В частности, вопросом о том, какую роль интуиция играет в философской деятельности. Если более точно, полагаются ли философы на интуицию, как на один из источников доказательства? Доказывают ли философы что-то интуицией? И его общий тезис стоит, что, в общем-то, нет. Никакой интуицией философы не пользуются, а разговоры об интуиции – это просто не самая удачная манера выражаться. Год назад одна студентка вышки под моим руководством защитила диссертацию, где как раз подробно обсуждалась эта история с критикой интуиции у Капелина. Я не буду подробно рассказывать, как он это делает. В общих мазках план таков. Вначале он изучает просто способы употребления, способы говорения об интуиции и показывает, что контексты, где используется intuitive, то есть intuitive or intuition, обычно не используются как доказательства. То есть люди не говорят об интуиции как доказательства в реальной практике. А второй момент – это роль в структуре аргумента, роль философских интуиций в структуре аргумента. Здесь Капелин предлагает несколько диагностик, критериев того, что в аргументе задействована интуиция, и потом берет конкретные тексты, которые предполагаются примером использования интуиции, и показывает, что интуиция в этих текстах согласно выделенным критериям никак не задействуется. Это такие самые, может быть, известные работы Капелина. Я не буду говорить про другие его монографии, они касаются тем философии языка, как раз референции и местоимения первого лица, модальности ДСС. Скоро он собирается опубликовать книгу про искусственный интеллект и переложить свои некоторые идеи в области философии языка, в области искусственного интеллекта, показать, как на основе экстроналистской семантики философии языка мы можем осмыслить взаимодействие с искусственным интеллектом. И даже готовит книжку, которая, судя по названию, переносит проблематику конструирования понятий в области политической философии. Она называется Better than Democracy. Что тут еще можно упомянуть? Может быть, тоже на полях, что есть такой момент, я его заметил, может быть, году в 17-м, когда я начал делать курс про философскую методологию в вышке. Примерно в это время выходит несколько сборников статей про философскую методологию. Причем по очереди. В 15-м Пау Грейвовский сборник, в 16-м Оксфордский хэндбук и в 17-м Кембриджский, я не помню, как он называется, Кембриджский компания по философской методологии. Это как бы так очень плотно по времени. И вот Капеллин был как раз редактором Оксфордского хэндбука по философской методологии. Ну и еще из таких важных работ, которые он редактировал, это недавно вышедший в 20-м году большой сборник статей по conceptual engineering, про методологию конструирования понятий. В принципе, это такая вторая большая книжка, которая именно под этим заглавием присутствует в дискурсе. Первая – это Fixing the Language, и вторая – это сборник про conceptual engineering. Теперь я перейду к основной теме, собственно говоря, к его книжке. Ну и сказанного выше, мне кажется, можно уже в целом заметить, что Капеллина всегда интересовали методологические вопросы, связанные с философией, и его Fixing the Language – это как раз такой некоторый результат размышлений о философской методологии, о том, как в принципе следует заниматься философией, то есть в чем должна состоять, если не вся философская практика, то, по крайней мере, очень важная часть этой философской практики. Тут, может быть, тоже имеет смысл немножко контекстуализировать. Мне кажется, что противопоставление кабинетной, эмпирической и экспериментальной философии уже немножко отходит на задний план, то есть оно уже реже актуализируется как некоторая угроза кабинетной философии, более-менее понятно, что они могут существовать, более того, что они могут даже в некотором отношении информировать друг друга, быть полезны друг другу. И тут надо сказать, что капельновская критика, если негативная программа экспериментальной философии била в надежность интуиции, пыталась показать, что они культурно обусловлены, подвержены разным иррациональным факторам и не могут быть опорой в нашем философском мышлении, то капельновская критика пыталась показать, что вообще интуиция не нужна. А может быть, другая стратегия критики кабинетной философии, тоже многим приходившая в голову, согласно этой стратегии, кабинетная философия пытается выстроить непротиворечивую схему изначально противоречивого предмета. К примеру, схему folk psychology, народной психологии или схему здравого смысла или какую-то схему, концептуальную схему, которая возникает из нашего языка. Есть, разумеется, такая регулярно высказываемая критика, что сами эти схемы внутренне противоречивы и попытки их последовательно эксплицировать обречены на провал. В этом плане Капеллин дает еще один ресурс кабинетной философии, в том числе через методологию и конструирование понятий. Что, собственно говоря, какая идея лежит в основе этого проекта? Капеллин в самом начале своей книжки выражает ее через противопоставление двух форм отношения к понятиям. Первое, условно, можно его описать как такой понятийный конформизм. Это идея о том, что те понятия, инструменты мышления, способа репрезентации реальности, которые донесла до нас традиция, в целом являются адекватными. Что это эффективные инструменты мышления, которые мы должны, может быть, далее заострять и прояснять, но в целом они адекватны своему предмету. И при этом, разумеется, можно быть таким понятийным конформистом и скептиком, ревизионистом. То есть можно утверждать, что, опираясь на традиционное понятие о свободе воли, можно утверждать, что у нас нет свободы воли, и мы там должны предпринять какую-то радикальную ревизию нашего мировоззрения. Поскольку само понятие свободы и моральной ответственности, в рамках которого это рассуждение будет происходить, опирается на традиционные понятия, оно будет конформистским. Хотя по своим интенциям глобальным оно предполагает какой-то ревизионистский проект. Короче говоря, у нас есть понятийный конформизм, и то, что Капеллин противопоставляет ему, такой, я бы сказал, радикальный скепсис в отношении понятий. Он в другой своей работе приводит цитату из Ницше, такую, я бы сказал, очень показательную цитату в контексте этой установки. Я позволю себе ее зачитать, она не очень длинная. Ницше в 49-м параграфе «Воля к власти» пишет. Философы отличались историей, удивительной способностью к контрадикциям и надъектам. Они верили в понятия так же, безусловно, как не доверяли чувствам. Они не считались тем, что понятия и слова являются нашим наследием от тех времен, когда в головах было еще темно, и мысль была непритязательна. Философы догадываются только напоследок, что они не могут уже больше пользоваться готовыми понятиями, не могут только очищать и прояснять их, но должны сначала создать, сотворить, установить их и убедить в них. До сих пор мы всецело полагались на свои понятия, как на какой-то удивительный дар, полученный нами в преданное из мира чудес. Но в конце концов, сами эти понятия оказывались наследием наших предков, как самых глупых, так и самых умных. В этом благоговении перед всем наличным в нас и сказывается, быть может, моральный элемент в познании. Необходим прежде всего абсолютный скепсис по отношению ко всем традиционным понятиям. Как он уже, вероятно, когда-то овладел одним из философов, речь идет, разумеется, о Платоне, ибо он учил противоположному. Мне кажется, что эта цитата отчасти передает пафос, из которого исходит Капеллин. Ницше, поскольку он риторически, наверное, более одарен, чем Капеллин, красиво его выражает. Тут, может быть, стоит отметить отдельно вот эту ремарку о Платоне. Мне кажется, очень любопытную идею о том, что Платон был радикальным скептиком в отношении традиционных понятий, и именно поэтому учил противоположному. Это очень остроумно в духе Ницше. Итак, у нас есть вот этот условно-понятийный конформизм и вот такой понятийный ревизионизм. Из этого можно условно вывести два проекта философии. Один проект будет такой условно-дескриптивистский, описание наших концептуальных схем, убеждений и так далее. И другой будет ревизионистский. Он будет предполагать, что наша первичная задача состоит в том, чтобы выработать новые инструменты мышления и обнаружить дефекты в старых инструментах мышления. Он там отдельно пишет о том, что в разных философских учениях, в философии разных авторов можно увидеть с разной степенью выраженности эти подходы, условно, Строссена, поскольку он в эксклюцитной форме различает ревизионизм и дескриптивизм, можно отнести к дескриптивистам, а того же Ницше к ревизионистам. Я, кстати, переходя к терминологии, понятию conceptual engineering, я долго думал, как это перевести. И тут, конечно, одна из ключевых загвоздок заключается в том, что сам Капеллин отрицает существование понятий. То есть он утверждает, что не существует никаких таких сущностей, которые мы именуем понятиями. Он предпочитает рассуждать, я сейчас об этом скажу, в других терминах, в терминах лексических единиц, экстенсионалов, референции, без, собственно говоря, понятий как каких-то ментальных сущностей. Но почему он выбирает конструирование понятий, conceptual engineering, и почему я перевожу это для себя как конструирование понятий, поскольку, мне кажется, оно как раз направляет мышление в правильное русло. То есть оно позволяет понять, на что, в принципе, ориентирован проект, как он введет свои задачи. Сам термин берет у Саймона Блэкборна, который больше всего известен по своему квазиреализму в метаэтике. Я не буду, конечно, рассказывать про квазиреализм сейчас, но вот это термин Саймона Блэкборна. Есть там альтернативные темы, термины conceptual ethics, amelioration projects, revisionary projects и другие варианты. Окей. Значит, все предполагается. Вот в рамках этого проекта у Капельна есть один аргумент. На самом деле, несколько аргументов. Я сейчас дальше перескажу, что понятия могут быть дефективны, что понятие, которое донесла на нас философская традиция, может быть в той или иной степени ущербны. Какие у них могут быть дефекты? Во-первых, у них может не быть значения. Здесь он, конечно, вспоминает про Карнапа, про идею, что некоторые понятия просто бессмысленны. Во-вторых, они могут быть противоречивы. Я в дискуссии о свободе воли неоднократно встречался с идеей о том, что само понятие свободы воли противоречиво. Оно нас тянет, с одной стороны, в сторону компатабилизма, потому что предполагает детерминацию действия личностью агента, а с другой стороны, в сторону инкомпатабилизма, потому что предполагает идею альтернатив. Не говорю, что это идеальная реконструкция, но, по крайней мере, свободу воли некоторые пытались эксплуатировать как противоречивое понятие. Ну или, наконец, классической проблемой понятия может быть vagueness, или по-русски размытость, неопределенность, нечеткость, и противоречивость. То есть, отсутствие значения, противоречивость и размытость – это такие проблемы, связанные, как он говорит, с semantical value, если я не ошибаюсь, с семантической значимостью, с семантическим содержанием понятия. И второй тип проблем, которые могут иметься с понятиями, и это передает сразу работе такой, я бы сказал, социально-политический аспект, это негативные следствия из понятий. Эти следствия могут иметь сугубо теоретический характер. К примеру, они могут фреймировать проблему так, что мы будем склонны к ложным выводам. Они могут таким образом влиять на наше мышление. Капеллин говорит, что это экспериментально иногда может быть проверено, что употребление некоторого понятия, например, некоторых квантеров, затрудняет у людей способность к логическому выводу. Или они могут иметь некоторые негативные следствия в смысле социальных явлений. То есть, какое-то понятие может приводить к увеличению, или закреплению, или, по крайней мере, не препятствовать преодолению социальных проблем. Это тоже очень важный мотив в книге Капеллина. Идея о том, что дефективные понятия могут иметь негативные социально-политические последствия. В этом плане проект конструирования понятий осмысляется им в том числе как проект трансформации социальной реальность, социально-политической. Конечно, Капеллин, и слава богу, понимает, что вот этот его подход, он не является каким-то радикально новым в философии, и отдает себе отчет в том, что вот эта идея о том, что понятие нужно реформировать, менять, преобразовывать, она присутствует активно в философской традиции. Скорее, его задача состоит в том, чтобы описать, как это возможно, каким образом возможно и как должно быть устроено вот это конструирование, трансформация понятий. И с этим связано там много проблем. Я тут тоже их дальше коснусь, к примеру, касательно того, можем ли мы контролировать эту трансформацию. В этом плане цель Капеллина состоит не в том, чтобы конкретное понятие изменить, а в том, чтобы описать, как в принципе возможно трансформация и конструирование понятий. Какие он приводит доводы в пользу того, что это вообще осмысленная и желательная практика? Ну, во-первых, такой очень простой банальный довод, что поскольку для нас в принципе мыслима идея о дефективных понятиях, поскольку мы в принципе допускаем, что некоторые понятия могут содержать проблему, поскольку уже осмысленно критически оценить понятия, ну там или инструменты репрезентации, лексические единицы, оценить с точки зрения наличия в них дефектов. Уже поскольку конструирование понятий предполагает не обязательно отвержение понятий, но в первую очередь хотя бы анализ этого понятия, анализ с точки зрения его отсутствия у них критических дефектов, поскольку мы обязаны начинать именно с конструирования понятий, а не с пользования этими понятиями. Во-вторых, у него в другой как раз книге, в сборнике статей он называет это The Master Argument for Conceptual Engineering, так сказать, главный аргумент в пользу конструирования понятий это идея о том, что каждое понятие может иметь множество схожих значений. Есть как бы для каждого понятия некоторый круг, многообразие возможных значений, и то, какое именно значение это понятие приобрело, во многом определяется случайными, неконтролируемыми, и поэтому, в общем-то, нерациональными факторами. То, какое значение понятия закрепилось в упореблении, может на самом деле быть далеко не лучшим из круга возможных значений. Поэтому мы, опять же, должны оценить этот круг возможных значений и, возможно, попытаться трансформировать понимание понятия. В-третьих, опять-таки, вот как раз вопрос о социальной реальности, Капеллин утверждает, что если язык, он тут говорит как раз просер, является инструментом конституирования социальной реальности, если язык позволяет создавать социальные факты, то те понятия, которыми мы оперируем в языке, или те лексические единицы, которые мы оперируем в языке, участвуют в конструировании социальной реальности. И поэтому работа с этими понятиями является в том числе работой по трансформации общества, по трансформации социальной реальности. И из такого рода рассуждения Капеллин делает вывод о том, что чисто дескриптивные проекты философии, проекты, которые просто претендуют на сугубо описательный характер, должны быть, в общем-то, отброшены. Я вижу, что тут потихоньку я уже приближаюсь к получасу. Давайте я тогда постараюсь все успеть. Я уже говорил о том, что Капеллин занимается второуровним проектом. Он не пытается трансформировать конкретные понятия, он изучает то, как возможно конструировать и реконструировать понятия. И какие тут нужны вопросы? Какие для него ключевые вопросы? Во-первых, что такое вообще понятие? Есть ли, существуют ли понятия как отдельные сущности, что мы хотим трансформировать? Во-вторых, я сейчас скажу об этом. Во-вторых, какие дефекты, я об этом уже рассказал. В-третьих, очень важный вопрос, тоже сейчас его коснусь. Можем ли мы контролировать процесс конструирования понятий? Обладаем ли мы властью над тем, что будут означать понятия, в том числе философскую? Четвертая, очень важная тема. Капеллин тратит на это много времени. Я бы сказал так. Он называется topic continuity, или континуальность тематики. Не разрушает ли методология конструирования понятий и саму идею тематической преемственности философской традиции? Когда философы в прошлом обсуждают одно понятие знания и выстраивают свою аргументацию, свои идеи вокруг этого понятия, а мы, предлагая новым, как бы просто отказываемся от этой традиции и занимаемся просто другим. То есть мы меняем тему исследования и начинаем говорить просто о чем-то другом, а не, к примеру, о знании, или о причинности, или о свободе в результате нашей конструирующей деятельности. Что, собственно говоря, Капеллин отвечает на эти вопросы? Я тоже немножко схематично постараюсь описать. Во-первых, Капеллин, как я уже упоминал, является последовательным сторонником экстронализма в философии языка. Он отрицает существование такой сущности, как понятие, и предпочитает говорить о лексических единицах, то бишь словах и словосочетаниях. Дальше у лексических единиц есть экстенсионал, то бишь есть объем, есть то, что они обозначают, и есть интенсионал. Но интенсионал Капеллин понимает не психологически, а сугубо функционалистически. Интенсионал – это буквально функция от лексической единицы к экстенсионалу. И в чем состоит трансформация, реконструирование понятий? Это работа с экстенсионалом понятием. Это изменение экстенсионала понятия. При этом для него в рамках его метасемантического экстронализма очень важна идея о том, что значение понятий определяется огромным множеством факторов, связанных с его употреблением, связанных с практиками его употребления, с коммуникацией между людьми. И в этом отношении ни один человек не обладает контролем над значениями понятий. В том числе люди, которые пишут книги, философы, которые пишут книги, не могут действительно полностью контролировать то, как люди будут употреблять терминологию даже их собственной книги. Что они будут обозначать терминами этой книги, не говоря уже о каких-то терминах, которые придумали не данные философы, а другие. То есть мы в рамках нашего конструирования понятия, это очень важная идея для Капеллина, мы не можем абсолютно свободно определять значение понятий. Скорее, он здесь предполагает, что практика конструирования является некоторым усилием повлиять на то, каков экстенсионал понятия, какова референция понятия. И мы никогда вполне не можем предсказать, к чему это приведет, поскольку экстенсионал определяется сложными, радикально непредсказуемыми факторами реального употребления, ценностей, убеждений, намерений говорящего и множеством других факторов. Но, с другой стороны, он пишет, что это не должно нас отпугивать от самой идеи заниматься методологией конструирования понятий, потому что, как он пишет, есть множество проектов, где мы не можем радикально предсказать последствия своих действий и контролировать их результаты. Прежде всего, политика. В политической деятельности людям трудно предсказывать последствия употребления власти. Это очень известная идея из политической теории о том, что власть непредсказуема. И, тем не менее, это не останавливает и не препятствует людей от занятия политикой. В этом отношении конструирование понятий тоже является непредсказуемым, но поскольку, с точки зрения Капелина, оно может иметь множество благ, которые я как раз вышел излагал, связанные с теоретическими благами, созданием более адекватного языка и с какими-то практическими последствиями совершенствования общества. Поскольку мы должны все-таки практиковать конструирование понятий и все-таки опереться на эту методологию. Так, ну, я вижу, что мои полчаса, в общем-то, исчерпаны. Тут, конечно, есть очень много деталей, очень много подробностей, которые я не могу сейчас пересказать. Книжка, она очень хорошо структурирована, и там есть такой очень понятный план. При этом я не рассказал, как он решает проблему континуальности темы. Но, по крайней мере, я надеюсь, общий пафос, общую идею проекта я как-то смог в общих чертах передать. Вот такие дела. Спасибо большое, Александр. Но мы начали чуть с запозданием, так что, если хочешь, у тебя еще полторы минуты есть. Окей, давай тогда скажу про континуальность. Когда он говорит, вот эта проблема, связанная с тем, не меняем ли мы просто предмет разговора, когда мы конструируем другое понятие. Здесь Капеллин, как бы, такой достаточно хитрый прием, говорит. Он говорит, что тема, топик шире конкретного понятия или конкретной лексической единицы. Поэтому, хотя мы можем трансформировать наше понятие справедливости, и оно будет отличаться от классического. Сам предмет, к которому одно относится, поскольку он шире конкретной лексической единицы или конкретного понятия, будет сохраняться. И в этом отношении он предполагает, в частности, он возражение Строссана в этом контексте обсуждает, он предполагает, что, несмотря на то, что мы рискуем действительно потерять тему, изменить ее просто радикально, внимание к предмету, не конкретно, вот обязательно лексической единицы, к понятию, а к тому, как бы, более широкому контексту, в котором оно функционирует, позволит нам, несмотря на его реконструкцию, несмотря на его трансформацию, сохранить вот этот топик, сохранить, так сказать, тему, о которой мы говорим. Ну, кроме того, он говорит, что это тоже важный момент в контексте вопроса о континуальности темы, что сама тема, так сказать, сами границы темы также являются предметом конструирования, что, в общем-то, что относится к проблеме, а что не относится к проблеме, также подвержена трансформации и может меняться. И в этом отношении нам нужно иметь в виду и вот этот момент, что как бы смена темы не должна предполагать эссенциализм в отношении этой темы. Вот это я подавал про континуальность темы. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр, за чудесное представление работы. Евгений, пожалуйста. Да, добрый день, коллеги и слушатели. Я начну с того, что, пожалуй, самое любопытное, что мне показалось в этой книге и вот то, что беспокоило меня на протяжении всего процесса чтения и подготовки к семинару. Я все никак не мог понять, почему Александр Сергеевич решил обратить наше внимание на это произведение, так что вот сегодня я уйду удовлетворенный, потому что главное, что меня в основном интересовало, на это я получил исчерп. Следующий ответ. Переходя к чуть более содержательным вещам относительно твоей книжки, давайте сначала посмотрим на нее немного историко-философского ракурса. Буквально несколько недель назад Дели Нус опубликовал такую подборку смешных картинок Types of Philosophy Papers, и вот там есть замечательная картинка с Types of Philosophy of Science Papers, и там среди иконок, которые там были поведены, там были две относящиеся к нашему делу сегодняшнему, это Carnap did nothing wrong и Quine did a lot wrong. Вот эти два слогана по наблюдениям с наших семинаров и в целом по знакомству с актуальной англоязычной мыслью, кажется, мне неплохо характеризуют некоторые тенденции первой четверти, так сказать, с текущего века, в котором можно выделить такой неокарнаповский, неокарнапианский тренд. Вот Chalmers, хорошо нам известный, Эмми Томасон, Тед Сайдер, которого мы разбирали, сегодня Топелен. И этот тренд уже настолько очевиден, что уже стоячки Quinean, они, так сказать, вынуждены выставать против вот этого фронта как чего-то единого. Вот в прошлом году Петер Иванович Ваген в Синтез опубликовал статью про неокарнапианцев, где он громит как раз Фью Прайса и Томасон, защищая свой неокарнапианский подход против этой новой волны. Есть и другие, разумеется, философы, которые тоже относятся к этому классу. Так что Капелин со своей книгой попадает в неплохую компанию. И частично его книга, может быть, просто рассмотрен сам об этом, говорит, как такой ответ за карнапа с тросами. И с другой стороны, это частично попытка свести счеты с другими неокарнапианцами, такими как Чалмерсом, в нижней степени Томасом, не уверен, как про них ставить здесь ударение. Поэтому обсуждаемая вот сегодня книга, она довольно необычный читательский опыт предоставляет, потому что по моему скромному опыту, обычно, когда ты читаешь философскую книгу, легче согласиться с какими-то деталями аргументации, чем к тому, что автор все это ведет с выводами. Обычно сложнее согласиться. Тут, скорее, обратная ситуация. Выводы автора в таком глобальном смысле кажутся мне приемлемыми и, может быть, даже неизбежными. А вот как он к ним приходит, мне не очень нравится. Чем-то книже я скажу подробнее. Но в каком смысле выводы автора приемлемы? Они приемлемы или даже симпатичны в том смысле, что мы действительно занимаемся улучшением наших познавательных инструментов, и это действительно стоит делать, и через это мы действительно улучшаем реальность. Это просто, по-видимому, так. Я поддерживаю его желание изменять понятия, концепции, не отрицать, что они понятия, ну, в общем, улучшать нашу познавательную деятельность. И это действительно очень трудно, если тут тоже с ним невозможно по некоторому разумению не согласиться. Но вот этими вещами проект Капеллиан, разумеется, не ограничивается, как вот уже легко понять из сообщения Александра Сергеевича. И неудивительно, потому что вот в таком виде, как я его только что представил, это очень был бы слабый проект, который, наверное, не нуждался бы в основании, потому что просто это реально. С ним согласились бы многие. И поэтому развить то, что Капеллин говорит, в целом с его нетривиальной частью доктрины согласиться сложнее. Но не со всем, не со всей этой нетривиальной частью. Ну, вот можно в целом согласиться, что разговоры про противоречивые понятия, это скорее разговоры про противоречивые убеждения относительно этих понятий или предметов этих понятий. Правда, вот тут нужно отметить вот такое обстоятельство его работы, вот когда он иллюстрирует эту свою мысль, он говорит о... Приводит по Саше Ваненвагена, говорит про понятие свободы, о том, что оно может быть некогерентным, если свобода несовместима ни с детерминизмом, ни с индетерминизмом. И тут, мне кажется, просто легко перевести разговор на некогерентность убеждений или пропозиции. И ошибка Ваненвагена, если это ошибка, незначительная и не играет весомой роли в рассуждении. Но вот есть более значимые примеры, как кажется, плохих понятий в традиции. Это там круглый квадрат, например, или самое большое натуральное число. Некоторые могут сказать, что это какие-то теологические поэзикаты, например, всемогущество. Вот все эти понятия, если дефектны, то они дефектны и по-разному. И я не уверен, что в каждом случае легко будет свести то, что обычно обозначается как противоречие внутри понятий, противоречие внутри убеждений по поводу этих понятий. И единственный, как мне показалось, реальный, а не карикатурный пример, как в случае со свободой, который Капелин рассматривает это понятие «истина», которое создает парадоксы, типа парадокс лжеца, но задержательно ничего практически не говорит. Он говорит, что вот с этой проблемой работает Шарп, Кевин Шарп. Ну, мотивации Шарпа и Капелена различаются. Капелена считает, что наши познавательные инструменты дефектны, и важно поэтому исследовать возможность их улучшить, а Шарп хочет решать парадоксы. Так вот Капелена реагирует на парадокс лжеца. Простите. Мне кажется, что тезис о том, что то, что принимают за некогерентность понятия, на самом деле есть некогерентность в убеждениях, это будет другой аргументацией. То есть стоило бы показать что-то содержательное здесь, хотя, может быть, это чрезмерное требование. Ну, в частности, мне кажется, стоило бы показать, что такие понятия, как истина, или круглый квадрат, всемогущий, или самое большое натуральное число, это вообще, то есть тут всегда можно перевести это на противоречивость убеждений, а не на внутреннюю структуру понятия, или, может быть, прессуппозиции, которые понимают те, кто использует эти понятия. В общем, в качестве лейбла я с этим согласен, в качестве, так сказать, призыва, но каких-то деталей в книге мне, скорее, не хватило. Другое, с чем я согласен, скорее, это капиленовский ответ Строссену, центральный аргументативный нерв в книге, вот Строссен, нападая на Карнапа, катекует понятие экспликации, и говорит он следующим образом, что задача экспликации состоит в том, чтобы преобразовать данное более или менее неточное понятие в точное, или, вернее, в том, чтобы заменить неточное понятие в более точное. Строссен на это говорит, что такого рода операции с необходимостью приводят к смене одного понятия другим. И тоже есть некоторая привлекательность такого рода взгляда Строссена, но по некоторому размышлению мне пытается разумно согласиться с Капиленом, в том, что действительно не всегда изменение экстенционала или даже интенсионального понятия влечет изменение предмета разговора. И мне нравится вот это его фото, как в конце Александра представил, о топиках, которые более грубо очерчены, чем экстенционалы и интенсионалы. Я даже буду, заберу, в общем, эту мысль в свой арсенал. Буду ссылаться в эти, современная наука доказала. Есть более, не менее, трудные места в его работе. На трех я остановлюсь. Если останется время, я еще сделаю небольшое дополнение. Первое, мне кажется, показательным, что, и даже забавным, что человек, который предлагает проект на обоснование статусального инжиниринга или конструирования понятия, сам для своего проекта выбирает название, которое по его собственному же учению этому проекту не очень подходит. Видимо, ему очень нравится этот парадокс, он постоянно обращает своего читателя, внимание читателя на него. так вот по простому какому-то размышлению кажется, что он все-таки чуть более свободный в обращении с языком, видимо, Капеля мог бы выбрать что-то получше, если ему самому кажется, что это неудачно. Тем более, в существовании понятий, отлитых в граните чего-то, он не верит, что представляется на некоторой степени у меня абсурдной позиции, но я понимаю мотивацию, которая за этим стоит, что это нежелание лезть в споры по поводу природы понятий, это хорошая мотивация, ее можно вполне использовать, ну вот понятий нет, и заниматься инжинирингом мы тоже не можем, собственно, это и есть обоснование, почему это не очень хорошее название для проекта, почему мы не можем заниматься инжинирингом, потому что этому мешает истинность экстернализма в отношении значения, чуть ниже я подробнее об этом скажу, вот тут я не совсем может быть понял общий замысел Капелена, или скажем, я понимаю интенцию, куда он хочет двигаться, но вот некоторые детали его выводов не кажутся мне прозрачными, вот в самом деле, значит, он начинает книгу с описания деятельности некоторых теоретиков, которые изменяют понятия, чтобы, зачем они это делают, чтобы они хотят улучшить свои теории, в которых эти понятия применяются. Для описания того, что вот эти люди делают, Капелена и выбирает понятие или выражение концептуальный инжиниринг. Улучшение или разработка этого понятия приводит самого Капелена к заключению, что концептуальный инжиниринг не о понятиях и не об инжиниринге, так как понятий нет, а изменение значения слов мы не контролируем. Поэтому сама дата, от которой Капелена по его собственным словам отталкивается, она как бы о том, как контролируемо менять понятия, потому что вот те, кого он описывает, они именно это и хотят. И в конце книги выясняется, что Капелену именно это в них и не нравится, по большому счету. Вот он критикует тех философов, с описания работы которых книга начинается, за то, что они пытаются намеренно и контролируемо изменить значение понятий, которые вот они обдумывают. Ну, не только за это, но в частности на этом тоже делает акцент. Вот в таком случае мне не совсем ясно, с чем мы остаемся в итоге. У нас есть словосочетание концептуальный инжиниринг. Что в итоге оно как бы значит? Оно значит то, что делают люди из начала книги или то, что делает, так сказать, автор книги. Я понимаю, что это объединяется некоторым топиком, но тем не менее. Вот я понимаю, что он грубо очерчен, но все же какой-то экстенсионал этого понятия хотелось бы почувствовать. Вот кажется, что из экстернализма должно следовать, что то, что делают люди в начале книги, это и есть значение слов концептуальный инжиниринг в силу ваптайзинга или каких-то подобных экстерналистских сюжетов. А так как они, кажется, контролируемо меняют понятия, то Капеллен, говоря, что понятий и контроля нет, промахивается, когда определяет значение выражения концептуальный инжиниринг и на выходе получает просто ложные суждения. Вот это, мне кажется, похоже на следующую ситуацию, что я вдруг начал исследовать понятие золота и пришел к выводу, что понятие золота обозначает серебро по каким-то соображениям. Вот согласно экстернализму, тем не менее, несмотря на мои исследования в этой области, суждения типа медаль из золота дают за второе место на соревнованиях не станут истинным, ну вот в силу того, что значение от интенсионала мало или вообще никак независимо. Тогда Капеллен должен по всей видимости утверждать, что философы, с которых Капеллен начинает свою книгу, ошибочно считают, что контролируемо работают с понятиями. Если это так, то что, собственно, делают вот эти господа в виде Чалмерса, которые вначале присутствуют, те, которые там про расу и гендер пишут. Они пытаются изменить значение слов, но при этом нет никакой гарантии, что они изменились. Так, видимо, Капеллен должен сказать. С этим, ну, можно предварительно согласиться. Однако, согласно тому же экстернализму у значений слов есть некоторая история. И тогда кажется, что в значении выражения понятийный инженера или конструирования понятия есть некоторое внутреннее напряжение. С точки зрения его референтов выражение указывает на попытки изменить значение слов, хотя намеренно изменить значение слов нельзя. А с точки зрения истории этого понятия оно указывает как раз на практике контролируемое изменение понятия. Вот тут мне видится некоторая трудность или несообразность. И аналогичная трудность есть в представлении о ревизионизме, который противостоит описательному подходу. Капеллен увязывает его с нормативностью, этот самый ревизионизм, но удивительно, что ревизионистом у него оказывается, например, Фреги. Тогда я не очень понимаю критерий различия между ревизионистом и, естественно, неревизионистом. Что для ревизиониста главное? Убедить читателя делать или не делать что-то, как у Карнапа, когда он критикует Хайдегера. Но кажется, что сторонник описательного подхода тоже стремится убедить читателя. Он хочет доказать, что именно такое описание, которое он прилагает, верно. Или же для ревизиониста, получается, противоположно дескриптивисту, важно придумывать новые философские инструменты. Ну, это, может быть, возможно, но тогда дескриптивисты, вроде Аистотия или Канта, они придумывают новые инструменты для описания. Пусть будет так. Что касается и столько философских наблюдений Капеллена, о том, что только с 70-х годов философия языка стала писательной, а до этого она была эвизионистой. Я не совсем уверен, в каком смысле эвизионистом можно назвать, например, Мура. Мне кажется, что это... Я просто не понимаю, в каком-то смысле это могло быть верно. Ну, в общем, тогда это просто не совсем удачно проведенное развлечение. Вот мне кажется, представляется, что в сердце книги Капеллена лежит некоторый парадокс, на который я попытался сейчас указать вот этими рассуждениями. Этот парадокс неплохо осознается самим автором, и это хорошо охарактеризует Капеллена как философ. Он стартует с таких суждений здравого смысла, что нужно улучшать понятия, а заканчивает свою книгу чуть ли не абсурдом. Но к этому абсурду ведут его аргументы, и это хорошо. Второе соображение, ну вот, касается аргументов в пользу конституального инжиниринга, здесь немало странного. Главным аргументом тут, судя по всему, является вот то, что он называет корривизионистский аргумент. Но когда мы присмотрим, в чем состоит аргумент, текст как бы закрывается от нас в отношении этого вопроса, потому что такое название впервые появляется на 47-й странице. Насколько я понимаю, там он называет таким выражением то же самое, что на 39-й странице он называет еще не аргументом, а просто assumption, допущением. В чем состоит это допущение? Оно состоит в том, что понятия и термины, которые мы используем в речи и мышлении о конкретных предметах, могут быть дефектны. Их можно улучшить. На этом стоит корривенциальный аргумент в пользу ревизионизма, который состоит в следующем. Если наши презентативные устройства могут быть дефектными, то мы должны исследовать, а не дефектны ли они. И если находим дефекты, то нужно стараться их улучшить. Таким образом, лучший способ говорить и думать, например, о свободе будет состоять не только в том, чтобы пытаться разобраться в самом понятии свободы, а пытаться выяснить, а как правильно говорить о свободе, собственно. И также нужно, и это даже важнее, выяснить, как представлять свободу в языке и мышлении. И сам Тепеллен считает, что из этого следует скептицизм по типу скептицизма в отношении правил, только еще сильнее. Вот этот его аргумент, по его собственным свидетельствам, не имеет удержу, негде от него спрятаться. Вот так он даже считает нужным высказаться. И мне кажется, что от него довольно просто спрятаться. Вот такой скептицизм, подобный ему, основан просто на неоправданной экстраполяции. Мне кажется, он рассуждает так. Раз в случаях АБЦ мы нашли какие-то ошибки и трудности в наших репрезентациях, то везде могут быть ошибки и трудности. Это просто не так. Вот отсюда следует, что ошибки возможны. Но из возможности ошибок не следует, что они действительно разлиты по нашему познанию. Вот из того, что он говорит, следует, и совершенно справедливо, что мы должны быть осторожны в конструировании понятий в своих рассуждениях. С этим можно согласиться. Но отсюда не следует, что мы должны подозревать наши познавательные инструменты порочности и что, как он говорит, метафилософии, которые конструируются на описании понятий и феноменов мира, такие как метафилософия Уильямсона и Джексона, ошибочны. Вот это просто не следует. Мы можем улучшать или даже должны улучшать понятия тогда, когда показано, что оно дефектно. Но мы не должны до начала познания маниакально перепроверять бесконечно свои инструменты познания, пытаясь выяснить, не дефектно ли это, это и это. Мы можем этого делать или вправе заниматься, чем он занимается, но это просто не следует из того, что он говорит, что не следует, как обязательно. Третий пункт, значит, Капелин, мне кажется, превратил экстронализм в нечто совершенно мистическое. И так это довольно мистическая, мне кажется, доктрина, но вот в его руках она доходит до каких-то совсем уже заоблачных пределов. Что утверждается? Утверждается, что мы не знаем, как происходит смена референции и вообще не особо понимаем, что это такое, кроме того, что мы верим, что значение не в голове, а мир оказывает влияние на то, что слова значат. Вот мне кажется, что это просто странное заключение для экстронализма, ведь ведущей интуиции экстронализма было, когда он появлялся, насколько я понимаю, избегать странных сущностей, типа идей, элементальных состояний. Это плохо идентифицируемые сущности, сложно придумать им критерии тождества, no entity without identity, как мы все знаем. Поэтому вот давайте изгоним. В этом экстронализм сами видят свое преимущество, что они опираются на, так сказать, обызываемые сущности. Если следствием опоры на обызываемые сущности является то, что мы вообще утрачиваем понимание референции, то это, кажется, скорее говорит против экстронализма, хотя он делает попытки, это нужно признать, защититься от того, что его работа – это не аргумент против экстронализма, но не уверен, что они очень успешны. Вот у меня осталось там пару минут. Содержательная такая философская часть на этом у меня заканчивается. Десять минут. Десять минут. Тогда менее содержательная часть будет чуть-чуть. Меня раздражает дата, с которой он начинает. И вот я позволю себе указать на эти раздражающие пассажи. Это ничего не говорит о книге самого Капеллена, просто о контексте, в котором она написана. Вот на двух удивительных примерах концептуального инжиниринга я остановлюсь. Книга начинается как раз с них. Первый пример – это следующий экспликация понятия женщины, которую дает Салли Хаслангера, это очень крупная авторка. Она определяет, что некто является женщиной, если и только если выполняются два условия. А, простите, три условия. Первое условие – эс регулярно и в большинстве случаев представляется или воображается как нечто, у чего есть определенные телесные особенности, которые предположительно свидетельствуют о биологической роли самки в воспроизводстве. Второе – то, что эс имеет эти особенности, маркирует эс в рамках доминирующей идеологии общества как человека, который должен занимать определенные виды социального положения, которые на самом деле являются подчиненными. И эти, что вот первые два верны, и это ведет к тому, что эс играет подчиненную роль в обществе. Из этого более-менее невинного описания следует шокирующий вывод, что политической целью феминизма должна быть элиминация женщин. Мы должны приблизить день, когда женщин не будет. Мне кажется, что это настолько сложно принять всерьез, что находится за пределами разумного обсуждения. Я понимаю, что это создано, чтобы эпатировать, но вот они меня и сапатировали. Чтобы принять решение, как именно я должен описать свою реакцию на это место, мне пришлось заняться социальным инжинирингом в отношении слов, которые я направил бы на определение. В итоге я остановился на определении неприемлемо. Мне кажется, что это просто не должно быть написано всерьез. Вот у Мартына Узбаума есть текст, который называется «Профессор пародии». Он направлен на Джудит Батлер. И мне очень нравится, что она пишет Узбаум. Она довольно убдительно показывает, что феминизм такого рода, он вовсе не служит никакому делу общественного прогресса, а он просто запутывает, отталкивает и приводит просто гранты лично Батлер, но вот, видимо, не только ей. Мне кажется, что то определение, которое Узбаум дает Батлер, можно смело применять в отношении подобного рода рассуждений тоже, во всяком случае, в той мере, в которой остальные взгляды дамы Хаслангер соответствуют тому, что цитирует Капель. И вот почему. Мне кажется, легко показать, что это просто абсурдное рассуждение. Допустим, у нас есть какая-то группа детей, в которой есть ребенок-агрессор, и есть другие дети, которые страдают от этого ребенка-агрессора. Что делать школьному психологу или воспитателю? Следуя за Хаслангер, мне кажется, мы должны предложить ему следующую методу. И вот надо определить понятие «хороший ребенок» или «нормальный ребенок», как тот, кто довольно слаб и мал, поэтому он в силу этого становится жертвой. И нашей целью, нашего психолога, ему нужно это посоветовать, поставить инфантицид. Надо избавиться от нормальных детей. Вот такую можно предложить ему программу действия. Мне кажется, есть просто очевидно другой путь, и не один, и все другие пути, или многие другие пути являются куда лучше, чем подобного рода программы. Другой пример, который менее возмущает меня абсурдностью, а просто кажется мне примером незнания, хотя, может быть, мое суждение о том, что это пример незнания и само является следствием незнания, но тем не менее это то, что говорит специалист по расовой теории Кваме Энтони Апиа. Он пишет, что понятие «раса» предполагает расиализм, взгляд, что мы можем разделять людей на небольшое количество групп, называемых расами, таким образом, чтобы члены этих групп разделяли определенные фундаментальные, наследуемые физически и моральные, интеллектуальные и культурные характеристики друг к другу, которыми они не разделяют представителями другой расы. Я, честно говоря, не знаю, какое понятие «раса» имеется здесь в виду, но больше всего это похоже на то понятие «раса», которое я встречал в роутбуках по настольным ролевым играм. Это похоже на… действительно, у гномов больше сопротивляемость к магии, а эльфы лучше языки учат. Это похоже действительно на то, о чем говорит этот господин, вот, но это очень мало имеет отношение к тому, как понятие «раса» используется в научном дискурсе. У нас на первом курсе был курс физической антропологии, который читал Санислав Грибышевский. Вот я с него вынес, и когда я готовился, я переправил, что это действительно так. Из него совершенно однозначно следует, что биологическое понимание расы исключает интеллектуальные, моральные и культурные черты. Оно связано с чертами морфологическими и генезическими. Может быть, специалист по расовой тебе не в курсе, но это, кажется, мне просто возмутительно. Вот, на этом я завершу. Спасибо. Спасибо большое, Евгений. Есть ли уточняющие вопросы к Евгению, коллеге? Если нет, то в таком случае, я думаю, мы можем перейти к дискуссии. Я передам слово Артему Беседину. Пожалуйста, Артем. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я с большим удовольствием выслушал выступления докладчиков, и мне кажется, что и Саша, и Женя проделали очень большую работу по разъяснению и, может быть, даже своего рода реабилитации этой книги, по крайней мере, в моих глазах, потому что я собираюсь ее в основном критиковать. Несколько таких, вот, может быть, одно просто внешнее такое замечание, я много не буду говорить. Мне кажется, я, вот, читая эту книгу, сформулировал свое отношение к жанру, в котором сейчас пишется очень много книг, например, на английском языке. Это жанр книги-статьи. То есть, в отличие от какой-то, не знаю, книги-книги, книга-статья направлена на то, чтобы донести одну достаточно простую мысль, идею, и вот на именно разъяснение этой идеи направлено все изложение. И в этой книге прямо отчетливо это видно. То есть, несмотря на то, что она довольно маленькая, мне кажется, что можно было бы все, что мне сказано, изложить гораздо короче, на, не знаю, 30-40, можно 50 страниц в рамках такой достаточно большой статьи. Потому что очень большую часть книги Капеллен тратит на то, чтобы просто запрячь лошадей, что ли. То есть, он очень долго запрягает, читатель ждет, я жду, читаю эту книгу, когда же он наконец поедет, а потом оказывается, что ехать-то он никуда и не собирался на протяжении всего этого текста. Эта работа, используя знаменитую фразу Гегеля, похожа на попытку научиться плаванию на берегу. И при том Капеллен даже не объясняет нам, ну, как можно пытаться научиться плавать на берегу? Можно делать упражнения какие-нибудь, что-то в этом роде. А Капеллен даже не объясняет нам этого. То есть, он нам не объясняет, что мы должны делать. То есть, после прочтения этой книги, после прочтения этой книги, у меня не возникло понимания, что мне теперь делать. То есть, вроде как книжка по философской методологии, но я не усвоил вот той методологии, которую Капеллен нам предлагает. Ее можно сравнить с рассуждением о том, а можно ли вообще научиться плавать стоя на берегу? И Капеллен приходит к выводу, что да, да, можно. Ну, может быть, в своем роде это стоящее утверждение, но, возможно, я просто ждал другого от этой книги. Возможно, я ждал от нее вот этих инструкций, как там заниматься, заниматься этой самой инженерией концептуально. Оказалось, что инженерией мы заниматься не можем, и никакой не концептуальной к тому же. То есть, в этом отношении я согласен с Женей. Нельзя спорить с главными выводами, которым приходит Капеллен. Да, это очень интересно, это правильно, наверное. Философам, безусловно, стоит заниматься тем, чем предлагает заниматься Капеллен, только примеров не хватает. То есть, те примеры, которые приводит Капеллен, это какие-то отдельные, совершенно разные вещи. Не очень понятна, когда роль самого автора этой книги в развитии всей этой методологии. Ну, еще несколько наблюдений. Мне кажется, что эту книгу отличает какая-то наивность, такая простота. Вообще, сам человек, который берется за то, чтобы учить философскую методологию, должен быть либо чрезвычайно гениальным, авторитетным, опытным философом, я не знаю, является ли таким Капеллен, но либо он должен быть немножко наивным человеком. И вот я увидел некоторые признаки наивности. Например, он там пишет, что мне многие говорили, что мне нужно посмотреть на континентальную философию. Да, я обязательно это сделаю. Потрудитесь, уважаемый господин Капеллен. Это точно пойдет вам на пользу. Меня очень сильно зацепило, ну, я тут всего две вещи скажу, очень сильно меня зацепили два антологических аргумента. Я себе с большим трудом представляю философа, который может без каких бы то ни было оговорок в своей работе назвать какой-то аргумент антологическим, при этом не имея в виду под этим, строго говоря, антологический аргумент. Я говорю об аргументе в пользу бытия Бога, конечно же. О чем это должно свидетельствовать? Ну, вот я называю это некой наивностью. Ну, дальше, то есть вот то, о чем я сказал, это в начале, в первой, третьей книги, наверное, находится. Дальше, когда уже начинается изложение его теории, наверное, Капеллен более серьезно себя что-то ведет, так можно сказать. Ну, и такое финальное слово в моей относительной книге, это вопрос Капеллену, а сама-то его книга подчиняется его собственным заповедям, то есть его собственному изложению того, чем философ должен заниматься. Разве сама его книга не является ярким примером дескриптивного проекта? Либо... Вот Женя говорил о том, что он начинает с этого понятия концептуального инженеринга, а потом его деконструирует, оказывается, что никакого инженерии нет. Если это и есть то, к чему он нас призывает, то это оставляет меня просто с разведенными руками, как в финальной сцене «Ревизора». Я не понимаю, что мне делать после прочтения этой книги, как философ. Все, спасибо. Спасибо большое, Артем. Сочувствую. Тогда, Валерий Евгеньевич, есть ли вам что сказать? Спасибо. Я во многом согласен с Артемом Петровичем, но и прежде всего в том, что не так уж много здесь конкретики, не так много действительно времени отдается конкретным мероприятиям вот в рамках инженеринга, но я все-таки попытался вникнуть, кое-что для себя я уяснил. Мне, в частности, понравилась вот эта вот позиция, когда он четко разделяет метасемантику от метасемантической надстройки. Вот здесь плюс мне видится в том, что все-таки есть попытка разделить действительную реальную деятельность по инженерингу и все разговоры об инженеринге. В самой книге вот этого разделения, может быть, и я не увидел, но постановка вопроса мне очень понравилась. Есть метасемантика, есть метасемантическая надстройка. Дальше. Что еще хотелось бы о чем сказать? Ну, конечно, пессимизм зависит от его общей установки экстерналистской. Соответственно, к экстернализму здесь можно по-разному относиться, но вряд ли можно пенять автору за экстернализм. Хотя, на мой взгляд, вот это одна из главных причин, по которой можно выдвигать претензии к его книге. То есть ограничиваться экстернализмом, на мой взгляд, конечно, нельзя. Это именно недостаток книги. И что мне еще понравилось, это вот его само понятие жестких рамок. Жесткие рамки, соответственно, это подход, ну, своего рода методологическая бритва Оккома, когда он, как он говорит, жесткие рамки – это обращение к меньшему количеству теоретических сущностей. И, соответственно, меньшее количество теоретических сущностей – это, на мой взгляд, плюс. Плюс, поскольку концептуальная инженерия все-таки должна удерживаться в каких-то рамках. Вот, пожалуй, то, что я хотел бы сказать. Спасибо большое. Анна Анатольевна, скажете ли вы что-нибудь? Ой, ну, скажу немножко. Конечно, у него книжка эпатажная. Вообще он автор, насколько я так себе представляю, с ним сталкивалась. Очень многое сделал именно на эпатаже. Придостиг, кстати, успеха, вот прямо скажем. Ведь он там с какой-то вот другой книжкой, с семантикой в названии, он там чуть ли не один из самых цитируемых, как-то так англоязычных. И он же реагирует. Вот смотрите, этот инженеринг, и у него там масса каких-то трудов по коммуникации. Я прошу прощения, что я опоздала и пришла как раз вовремя на цитату про феминизм, которая уже не появилась. То есть он реагирует как бы на все, что движется. Причем реагирует очень своеобразно. И методология состоит, насколько я так ее для себя реконструировала, как раз в том, чтобы минимализировать. Знаете, есть как раз в современной философии коммуникации такое понятие, не знаю, использует он его в каких-то других книжках, не знаю. Но в принципе есть вот эта проблема контекстуальной гибкости. И во многом речь идет именно о том, насколько в семантическом анализе нам надо это, в принципе, как-то учитывать. И вот при том, что он реагирует на много того, что работает контекстуально, он при этом фактически, ну, в общем, это зачеркивает, насколько я так себе представляю. То есть он это сводит к ничто, вот, прошу прощения, в таком абсолютно, ну, насколько можно великого Ницше у него разглядеть, вот в какой-то абсолютно вот такой ничшанской позиции, то есть когда лучше стремиться к ничто, чем ни к чему не стремиться. И ведь, посмотрите, ведь он действительно пытается, ведь после этой книжки, я так понимаю, у него еще там много чего вышло, или анонсируется, или как-то что там, что-то появится, и это другое, или то, что до этого появилось. И это что-то, это проблема коммуникации, проблема искусственного интеллекта, интеллекта, этика, то есть вот все то, что суперактуально. И после такого отсутствия методологического присутствия, я абсолютно согласна вот и с Артемом, ну, по крайней мере, то, что я уже не услышала. Действительно, ну, в общем-то, возникает вопрос, а что тогда совсем с этим делать? Потому что традиционный наш, ну, в общем, пиетет к тем авторам, которые он вроде в этой книге цитирует, там, ну, такая серьезная попытка семантической реконструкции философских проблем, там, у Карнапа, там, там, отсылки к Тарскому, ну, они как бы ни к чему не приводят, ну, ну, то есть скорее вот ничтожают вот не в сартерском смысле, а вот в таком карлсоновском смысле эту проблематику. Ну, то есть с большим интересом, спасибо большое за то, что вот дали соприкоснуться с этим текстом, но, честно говоря, вот как какое-то разочарование. Да. Все. Спасибо большое. Спасибо большое, Анна Анатольевна. Вадим Валерьевич, пожалуйста. Да, спасибо. Ну, я несколько своих впечатлений о книге должен сказать, что благодарен Александру за то, что вот он на эту книгу натолкнул. Ну, я раньше не сталкивался с этим философом, но мне показался он очень интересным, более того, захотелось еще чего-то почитать у него. Эту книгу я, ну, начал читать, ну, как бы более-менее стало ясно сразу же идея главная автора, но вот бросать мне ее почему-то не хотелось, я его прочитал от корки до корки. Значит, мне с удовольствием. Значит, понравилась сама манера письма, понравилась смелость автора, парадоксальность. Вот. Ну, значит, в исходной, исходный посыл, так сказать, это проблема улучшения наших понятий. Прежде всего, задумаемся, реальная она или нет. Ну, конечно, реальная. Понятия бывают плохими, какие-то можно улучшить, попытаться, по крайней мере. Вот я вот давайте приведу свой пример. Представьте, что кто-то наблюдает за морскими животными и придумывает такое понятие. Семейство плавниковых. Семейство плавниковых. Вот это понятие плохое, потому что оно предполагает общность происхождения семейства. Был какой-то общий, так сказать, недалекий относительно предок. Ну, понятно, что это не так. Поэтому лучше поменять это понятие семейства плавниковых на плавниковые животные. Вот это уже будет гораздо лучшее понятие. Это и есть концептуальная инженерия. Ну, значит, позиция, о чем уже не раз сегодня говорилось, но я тоже хочу подчеркнуть у него насчет этого концептуальной работы весьма своеобразно. Значит, да, мы должны пытаться улучшать наши понятия, но гарантии успеха нет никакой. Вот это мысливо, это очень интересно. И он объясняет, почему из экстерналистской природы значений, которые, как мы помним, еще Паттон говорил, не находятся в голове, поэтому это и не в нашей собственно власти. Но еще более интересно, что вот он показывает, что на самом деле мы улучшаем вовсе не понятия, а сам мир. Очень хороший, остроумный ход. То есть задача философа не интерпретировать мир, хочет он нам сказать, а изменять его. Дело не вот, в конце концов, не в понятиях, в изменениях мира. Марксистские явно нотки, и он, между прочим, это совершенно не случайные нотки, он ссылается на Маркса и по другому поводу. Но если говорить о каком-то влиянии, то влияние, мне показалось очень сильным, конечно, влияние Крипки Уильямсона, но он говорит, допустим, в каких-то своих интервью, и о других влияниях. Следующая такая импрессия, самая важная страница, я могу сказать, какая, страница 140. Мне почему-то захотелось сравнить ее с знаменитым 20-м параграфом Критики чистого разума Канта, где тоже все сконцентрировано, самый важный, можно точно сказать, критика чистого разума есть самый важный параграф, 20-й. Так вот и здесь. В частности, вот на этой странице, но и в других местах высказывается самая спорная одновременная, она вот ключевая, на мой взгляд, идея, и самая спорная, на мой взгляд, идея вот этого самого топика, или темы, и говорения о том же, как он выражается. Значит, пафос Капелена в том, что топик может оставаться неизменным при изменении экстенсионалов и интенсионалов слов, отсылающих к этому топику. И вот именно поэтому можем говорить о ревизии, улучшении понятий, а не изобретении каких-то новых. Потому что если совершенно новое что-то, то это мешало бы коммуникации. Ну и вот я стал сейчас понять, мы допомним, говорилось в последний раз, что понятия в общем-то элиминируют, то есть в конечном счете не хочет о них говорить, в конечном счете речь идет об улучшении самой реальности. А как же, ну вот тут, вот чтобы так говорить, он вынужден сказать, и вот в этом спорность его идеи, на мой взгляд, что вот этот топик, который не меняется при улучшении того, что мы вначале считаем улучшением понятия, а потом это оказывается улучшением самой реальности, вот он вынужден здесь говорить, что топик неконцептуален. Вот это говорение о том же, вот это тоже в этой формуле неконцептуально. Мне кажется, это он не доказал, что топик неконцептуален. Это вот с этим можно спорить и попытаться его здесь опровергнуть. Вот, еще одна слабость, на мой взгляд, ну не слабость, спорный момент. Вот он действительно все время подчеркивает экстернализм. Его концепция предполагает истинность экстернализма в философии языка. Так вот, возможно, он так затрагивает эту тему, но можно побольше поговорить. я почти убежден, что он не работает для наших базовых априорных понятий. Вот что, что, в какой угодно области он может работать, а вот с базовыми фундаментальными понятиями он скорее не работает. Но он с этим не согласен. Как я уже сказал, он затрагивает этот момент, но говорит, что не согласен. Сказать-то он может, тут можно привести много сильных аргументов, что это не экстерналистская область, что тут действительно можно говорить о понятиях уже, без всяких оговорок. Вот. Ну, то есть, много всего другого завершаю. В целом, мне симпатичен критический дух книги. Да, это еще одна интересная критика традиционного концептуального анализа. Критика традиционного концептуального анализа мне близка, так как я сам не являюсь сторонником традиционного концептуального анализа и сам предлагаю его реформировать. Но я, кстати, вот замечу, что критика Капеллиана вот этого традиционного анализа совершенно не опасна, скажем, для моей собственной версии концептуального анализа, в которой речь идет о базовых убеждениях, отрицать существование которых вообще нереально. в отличие от существования понятия. Вот тут да, можно уйти в какой-то экстернализм, но попробуйте отрицать существование убеждения в наличии у других людей сознания или каузальности. Нет, это практически нереально. Поэтому мимо моей версии концептуального анализа вся его книга просто промахивает. Но это уже другой вопрос, пафос реформаторский, я совершенно с ним разделяю, но и так и книгу поэтому, и не только поэтому, я рекомендую к прочтению и подчеркиваю, на мой взгляд, заслуживают изучение и другие его. Я, по крайней мере, буду их с удовольствием читать. Спасибо. Спасибо большое, Вадим Валерьевич. У нас еще осталось время, поэтому на правах модератора я позволю себе также высказать короткую реплику. В целом, в первую очередь я хотел бы поблагодарить Александра Мишуру не только за то, что он посоветовал эту книгу, но и за то, как Саша ее представил, поскольку в представлении Александра, по крайней мере, в моих глазах, она обрела побольше смысла, чем мне показалось изначально после ее прочтения. После прочтения я скорее разделял умностроение Евгения, критическое умностроение Евгения и Артема относительно того, что кажется, что вся книга сводится к тому, что либо положения автора тривиальны, такие, как, например, наши понятия могут быть размытыми. Ну, кажется, да. Это можно, конечно, отстаивать и в этом смысле дефектными. Можно тратить целую главу на доказательство того, что понятия могут быть дефектными, но, казалось бы, зачем, вроде как, никто с этим не спорит. Или мы должны стремиться улучшать эти понятия и устранять дефекты, которые у них есть. Ну, тоже, кажется, такая мысль, ради которой не стоило бы затевать и писать книгу в целом. Либо тривиальными, либо просто абсурдными. Поскольку, ну, дальше в развитии этих, казалось бы, очевидных тривиальных мыслей Капелин в итоге приходит к тому, что хорошо бы заниматься вот этим концептуальным инжинирингом, но поскольку экстернализм и мы не можем топнув ножкой назначить понятию тот смысл и то значение, которое мы хотим, поскольку мы не контролируем сам тот процесс концептуального инжиниринга, который должен был бы по-хорошему предполагать изменение самого мира, постольку и вся наша затея оказывается просто вне нашего контроля и мы можем лишь пытаться и надеяться как-то в лучшую сторону изменить мир, даже не имея возможности контролировать последствия этих своих попыток. Ведь действительно, если мы не можем вполне контролировать процесс изменения значения понятия, то мы не можем контролировать и то, к чему это приведет. Возможно, пытаясь направить изменение понятия в одно русло, наши усилия приведут к тому, что значение понятия изменится в противоположную сторону, тоже нельзя исключать. И Капелин местами сам пишет, что концептуальный инжиниринг этот может быть направлен как во благо, так и во зло, и в самом деле не исключено, что стремясь прикладывать усилия во благо, они в итоге приведут к тому, что дело наше вернется злом. Так вот, начиная, кажется, с тривиальных мыслей, он заканчивает довольно-таки абсурдными, которые в том смысле, что мы не можем в итоге заниматься концептуальным инжинирингом, но должны. Это наше естественное какое-то побуждение. И в итоге остается действительно плохо понятно, что же все-таки нам делать это с этим. Если мы толком не можем контролировать процесс, как нам его осуществлять? И в этом отношении у меня возникло два проблематичных вопроса, на которые, возможно, докладчики смогут ответить в завершающем слове. Это в первую очередь, почему все-таки Капеллиан отрицает возможность какого-то минимального контроля. То есть вначале он начинает с примеров, когда различные философы пытаются уточнить понятие, по крайней мере, в рамках своей работы, в рамках своей какой-то теории, уточнить его так, чтобы оно было хорошо применимо в рамках их исследований. Но далее, это, по-моему, 15-я глава, он отрицает возможность контроля на уровне микроязыка по Людлу. И я не до конца понимаю, а нельзя ли вот эту вот идею микроязыка использовать для наименования отдельной работы, отдельного исследования какого-то конкретного философа. В том смысле, что Людлова говорит, что в разговоре, грубо говоря, когда я с Женей общаюсь, мы можем договориться, что мы огурцом, словом огурец обозначаем чематку. И точно так же в философских дискуссиях мы, наверное, можем договориться о значении слов. но кажется, что, по крайней мере, когда философ в работе определяет какое-то понятие, можно надеяться, что именно вот такое значение этого понятия сохранится, по крайней мере, на протяжении его исследований. Капелин утверждает, что микроязык должен распадаться на совершеннейшие атомы, и каждое следующее предложение буквально будет своим собственным микроязыком, но я не понимаю оснований вот этого перехода, почему именно так. И второе, кратко, у меня уже подходит к концу время, это предположение о том, что дискриптивизм лишен смысла. Кажется, точнее, наоборот, это продвигание нормативности. Я не совсем понимаю смысла нормативности теории концептуального инжиниринга в том случае, когда утверждается, что мы не контролируем процесс этого концептуального инжиниринга. Как мы можем требовать от кого-то делать что-то, если мы знаем, что это что-то находится вне зоны контроля данного деятеля. Более того, кажется, что если мы допускаем, что все-таки в основании этих процессов хоть что-то долежит, какие-нибудь сложные дискурсивные порядки, которые определяют способы мысли, пути говорения, то почему бы в таком случае, а ведь кажется, вот эта идея, что за тем, как мы используем язык и наши понятия, стоят некоторые подобные структуры, довольно правдоподобная идея, но если это так, то почему бы все-таки не обратиться в таком случае к дескриптивизму и не попытаться эти структуры выявить и описать. то есть в этом отношении чем нормативность как видите просто проигрывает дескриптивизму в этом отношении, дескриптивизм мог бы дать лучшее понимание того, как работает язык, тогда как нормативность в отсутствии контроля кажется просто должна проваливаться. Вот два проблемных места, которые у меня есть, если у докладчиков будет возможность в конце помочь, мне с ними я буду очень признателен. Ну а теперь слово собственно докладчикам Евгений Логинов, пожалуйста. Спасибо, коллеги, за интересную дискуссию, я так мозаично непопорядку отвечу, я начну с Андрея, с последнего, кто говорил. Значит, по двум вот этим вопросам кратко, значит, микроязык, и мы с тобой не можем договориться назвать чемодан огурцом, огурцом и огурцом тоже не можем, потому что экстронализм, потому что мы вообще ни о чем не можем договориться. Значение слов не в голове, они устанавливаются не благодаря нам, они устанавливаются благодаря тому, как устроен мир. Может быть, это странно, и может быть, даже это не так, но если ты экстроналист такой бескомпромиссный, как вот наш сегодняшний герой, то, да, договариваться нельзя. Мы будем просто делать ложные суждения постоянно, когда будем говорить про то, что огурец, положи в огурец, это будет просто ложное суждение. Про нормативность и контроль, мне кажется, что он просто находится в контексте современных нормативных теорий, которые практически, ну, может быть, не все, но очень многие просто не предлагают контроль в качестве необходимости, необходимые вещи для нормативности. Такого нету ни у Паттнона, парфета, у Скэнлона такого нету, мне кажется, что просто контроль не так важен для нормативных вещей, то есть, может быть, и важен, но в том контексте, в котором он находится, просто не так. Потому что говорил Артем Петрович, то, что он долго запрягает, мне не показалось, честно говоря, что он долго запрягает, может быть, из-за того, что меня настолько взбесили начальные примеры, я довольно быстро их пролетел, просто на как бы социальной ненависти. Вот поэтому, поэтому, да, наивным он мне совершенно не показалось, мне показалось, что он, наоборот, очень искушенный дядька, и на самом деле, Валерий Евгеньевич тоже говорил о том, что не хватило каких-то деталей, мне кажется, это, наоборот, надо сказать спасибо философу языка, что он написал что-то без деталей, потому что, иначе бы мы, я вот не прочитал просто это никогда, потому что, когда философ языка начинает писать про детали, можно сразу вот не буду закрывать, потому что, можно провести над абзацем неделю и всем ничего не понять. Такой уровень дискуссий, а судя по другим его работам, он просто так может написать, вот особенно эта работа про я, которую Александр упоминал, достаточно техническая, слава богу, что здесь не так. Спасибо ему за это большое. По поводу того, поменима ли сама книга к себе, да, мне кажется, поменима, то есть он начинает от даты и постепенно формирует представление о том, что такое консервирование понятия, и оказывается, что это просто неудачное название для деятельности, которое почему-то нельзя поднимать нормальным названием, чем я уже говорил в начале. С тем, что Валерий Евгеньевич говорил по поводу экстернализма, что это какое-то ограничение, тут я согласен, но он делает все предосторожности, которые от него разумно ожидать, он говорит, что мы должны с чего-то начинать, и в целом, почему бы не начать действительно с экстернализма, пожалуйста, лишь бы никому от этого не было плохо. Может быть, вы считаете, что Кабленда от этого было плохо, но, наверное, он бы с этим не согласился. Тем, что Анатольевна говорит, что он ориентирует на все, что движется, я, пожалуй, согласен с тем, что он сводит все это к некоторому ничто тоже, и вот Вадим Валерий дал ему довольно любопытную характеристику, что он храбрый и смелый автор, я с этим согласен, в связи с этими последними двумя характеристиками, мне кажется, надо ему ответить, как Гамемнон отвечает Ахилу, что храбростью ты знаменит, но на дарование Бога ластвуй своими фесальцами, я о тебе не забочусь, гнев твой вменяю в ничто, напротив грожу тебе я. На этом я закончу. Спасибо. Спасибо большое, Женя. И Александр, заключите мои слова, пожалуйста. Спасибо большое, коллеги, за то, что прочитали эту книжку, ведь я сначала сразу сказал, что не буду заявлять какого-то своего отношения к этой книжке, но вот сейчас постараюсь немножко коснуться этого отношения, потому что она для меня выглядит достаточно тревожной, то есть я не могу сказать, что для меня эта книжка выглядит позитивным явлением современной философии, потому что она может быть инструментом легитимации некоторых практик, которые вызывают у меня сомнения именно с точки зрения философски-методологической. Некоторые ходы рассуждения оказываются допустимы, если мы принимаем соответствующий подход, и напротив некоторые стандартные и логичные стратегии и критики оказываются очень легко их отвергнуть, их очень легко смахнуть со стола, просто указав, что ты работаешь в такой эмзодологии. Иногда Евгений говорил про Джидит Баттлер, это, простите, не научное вооружение, но мне хотелось сказать, Джидит Баттлер, залогиньтесь, когда я читал эту книжку. И это немножко тревожное явление, потому что мне кажется, что вот та тенденция, ну, Женя ее обрисовал через Карнепа, но Карнепа это относительно наивная такая тенденция, вот и мне кажется философия тоже. А вот гораздо более серьезные вещи с точки зрения культурологических влияний, которые стоят за этим дискурсом, как раз связаны с разного рода такими менее аргументативно ответственными формами социального конструктивизма, которые могут быть легитимированы и фактически легитимируются с помощью такого рода текстов. При этом я не считаю, что вот та критика, вся критика, которая была озвучена, на нее Капеллин легко бы не ответил. Напротив, я считаю, что на большую часть он мог бы легко ответить, я сейчас постараюсь показать, как бы с моей точки зрения он бы это сделал. Во-первых, вот вопрос о том, что такое конструирование понятий, то, что делают авторы в начале книги, то, что делает сам Капеллин. Правильный ответ то и другое. Он приводит то, что делают авторы в начале книги, как примеры конструирования понятий. И он занимается в своей книжке тем, что пытается показать, как правильно понимать понятие конструирования понятий, conceptual engineering. При этом он считает, что то, как авторы осмысляют свою деятельность в начале книжки, это неправильное. Может быть, это немножко сложная структура, но за ней стоит простая логика. У нас есть первоуровневая деятельность по конструированию понятий. Ей занимаются авторы в примерах в начале книги. А у нас также есть второуровневая деятельность, когда мы думаем, что происходит, когда мы конструируем понятия. Автор считает, что на первом уровне авторы занимаются конструированием понятия, а на втором уровне они ошибаются в том, как они понимают конструирование понятий. То есть они неправильно конструируют понятие конструирования понятия, конструирование понятий, даже если они предлагают адекватные локальные примеры ревизии понятий. Поэтому и то, и другое в рамках этой капельно-ношеской логики вполне можно назвать конструированием понятий. При этом тут очень важно, что он сразу отказывается от какого-то претензий. Понятно, что это риторический ход, но он отказывается от претензий на предельность истинной своей теории. Он говорит, что я предлагаю один фреймворк, это austerity framework, я бы сказал, такую строгую рамку, но я буду рад, если появятся другие. То есть я буду рад, если другие по-другому предложат понимать конструирование понятий, выработать другую методологию на основе другой, вернее, другое понимание того, что происходит в ходе этого процесса на основе другой философии языками, это семантики и так далее. Я бы сказал, что суммируя на этот вопрос, и автор в начале книги, он занимает конструирование понятия, но он считает, что он лучше понимает то, что происходит. Я согласен с комментарием Жени по поводу того, что экстронализм здесь предстает чем-то очень таинственным и таким квазимистическим в некотором отношении, потому что автор принципиально на уровне своего дискурса постоянно говорит, что это непостижимо, это непонятно. Мы до конца не можем понять, как меняется значение слов, и Женя верно заметил, что это входит в сильное противоречие с такими традиционными экстроналистами типа Паттного. И при этом скоро Капелин обещает опубликовать книжку, где он объяснит, что традиционные экстроналисты были неправы как раз, а вот то, что предлагает он, это правильно. По поводу этой мистичности экстронализма, я думаю, что за ним скрывается какая-то общая идея непостижимости в некотором отношении тех причин, по которым слова обретают значение. Он полагает, что эти причины всегда настолько сложны, что какие-то простые схематизмы, объясняющие получение значения, они просто игнорируют эту сложность. Они просто не замечают, что те же самые слова могли сильно преобразовать свое значение, если бы случайные факторы были другими. Он не доказывает свой метасематический экстронализм, и он не говорит, что он это будет делать в книжке. И я согласен с тем, что доктрина туманная, но она основывается именно вот этой, я бы сказал, интуицией чрезвычайной сложности языковых практик. Поскольку употребление языка чрезвычайно сложно, поскольку мы не обладаем над ней контролем и полным пониманием не обладаем. И здесь вот ответ, кажется, Андрею можно привести, почему Капелин отрицает возможность минимального контроля. Потому что с его точки зрения, даже в микрорадиологии контроль предельно нестабилен. Допустим, мы договорились назвать чашку огурцом. В любой момент мы можем забыть про это, можем не вспомнить, не контролировать и использовать огурец в другом смысле. Более того, скажем так, как только диалог наш оканчивается, это все распадается. И внутри диалога это может распадаться. Предельная нестабильность таких договорных значений, вот что смущает Капелина. Они, скажем так, никак не обеспечивают гарантию своего соблюдения. Из того, что мы с тобой договорились так-то и так-то, ты имейте в виду, никак не следует, что мы будем следовать этим соглашениям. Более того, на практике скорее мы скоро о них забудем. Потом я бы хотел обсудить возражение Артема. Это абсолютно близкое мне и совершенно понятное, но совершенно, с моей точки зрения, отвеченное Капелем возражение. То, что вот он учит плавать на берегу. Он прямо вот пишет в одном месте. Мне могут возразить, что, я по памяти цитирую, мне могут возразить, что самое интересное – это работа с конкретными понятиями. Самое интересное – это вот в поле, так сказать, да, мы берем конкретное понятие, его трансформируем, думаем, как это делать. А то, чем я занимаюсь, это, в принципе, не очень важно. И он говорит, что, ну, может быть, это и так. Но в чем состоит его пафос? Его пафос состоит как раз не в том, чтобы объяснить, как это делается. Прям по шагам предложить некоторую схему того, как возможно трансформировать понятия. А скорее объяснить, как это в принципе и до какой степени это возможно. То есть не рассказать про то, как работать, а про то, почему вообще так можно работать. И какие у тебя могут быть рациональные ожидания в отношении такой работы. И он считает, что так можно работать, потому что у нас есть, присутствует вот эта радикальная многозначность, возможная многозначность понятий. Вот. И мы не... То есть, с одной стороны, у каждого слова может быть достаточно много различных значений, выбор между которыми часто контингентен и не очень рационален. А с другой стороны, мы не вполне это контролируем в силу, вот, простите, опять метасематического экстронализма. То есть мы можем это делать, но надеяться на успех у нас не так много оснований. В этом плане я бы сказал, что это такая книга очень теоретическая. Она действительно своим названием, каким-то своим пафосом побуждает тебя надеяться, что вот сейчас тебе объяснят, что делать. Сейчас тебе объяснят, как конструировать понятия. На самом деле тебе объясняют, что да, ты можешь попробовать это сделать, но мир устроен очень сложно. И поэтому, скорее всего, как бы, ты никак не сможешь, да вернее точно, ты не сможешь гарантировать, что твою ревизию или твою реконструкцию примут, она устоится. Или даже если ее примут, ее не переврут и не переделывают в то, что ты вообще как бы совершенно не ожидал. Вот. И, кстати, я здесь согласен с Артемом, то, что, конечно, это, ну, какой-то вопиющий, с моей точки зрения, ну, может быть, ну, какой-то нехороший шаг, когда он говорит, что, ну, вообще, как бы, мне говорят, что нужно почитать Хайдеггера и Делиоза, там, вообще, поинтересоваться континентальной философией. Но я этого делать ничего не буду, кто хочет, делайте другие. Вот. Мне кажется, что все-таки, ну, в рамках какой-то вот такой общекультурной образованности нужно было понимать, что этот ход много раз проигрывался. Что ты не первый, кто говорит, что философия – это создание понятий. Вот. И тебе можно было бы ознакомиться с тем, что уже это осмыслялось. Может быть, на другом языке, может быть, с иными задачами. Но прагматика хода этого уже как бы себя эксплицировала, мне кажется, на практике. И не очень хорошо, что вот этот вот бэкграунд континентальный, попыток как раз осмыслить философию как конструирование понятий, капельным полностью игнорируется. Или можно предположить злой умысел, что он игнорирует его, потому что он знает как бы темные стороны явления. Но я думаю, что нет, скорее всего, он просто думает, что он может обойтись просто, как бы говоря, условно, англо-американской традиции. Вопрос о том, подчиняется ли книга Капеллина тому, чем философ должен заниматься. Разве это не дескриптивизм? В ответ на то, что нет, Капеллина как раз не претендует на то, что он просто описывает то, как работает конструирование понятий. Он как раз претендует на то, что он описывает, как нужно понимать, как нужно осмыслять, что нужно иметь в виду под конструированием понятий. Он говорит, что другие философы как бы это по-другому собирали. Я это собираю вот так, но он не претендует на то, что он просто описывает практики. Закругляюсь. Мне кажется, что два таких самых существенных возражения, чуть-чуть они у меня тоже возникали, то, что сказал Вадим Валерьевич Васильев. Я совершенно согласен с тем, что ключевой вопрос – это по поводу неконцептуальности топика. Мне кажется, что когда он говорит о неконцептуальности топика, он не понимает, что схватывание топика, а как раз обусловлено этими самыми концептами, понятиями, от которых он хочет избавиться. Что вот этот принцип единства топика, он возможен ровно потому, что он имеет концептуальную природу. С моей точки зрения, это действительно такой очень большой момент. Кругло говоря, вот эти критерии индивидуации топиков, с моей точки зрения, не проработаны, и это создает большую проблему. Потому что на каком основании мы вообще выделяем этот топик как нечто целостное? Мне кажется, никаких других ресурсов, кроме этого понятийного мышления, у нас не будет. И второй момент, которым я тоже скорее соглашусь – это попытка экстернализировать все понятия. Мне кажется, что те примеры, которые он приводит, они все-таки касаются относительно некатегорных, небазовых понятий. И я здесь тоже согласен, что базовые понятия исключительно трудно будет перевести в эту метасиматическую плоскость, что они скорее имеют какие-то основания в структуре мышления, в структуре сознания и должны осмысляться именно в другой понятийной логике. Вот эти оба возражения мне очень близки, и я с ними согласен. Другое дело, что такая небольшая ремарка – убеждение в наличии сознания у других я бы не отнес к такому. Мне не кажется, что убеждение в существовании других сознаний является необходимым элементом сознания. Но это частный вопрос. И про нормативность и отсутствие контроля в целом неплохо сказал Женя. Ну, то есть хорошо сказал Женя, и я с ним здесь согласен. Но я бы отметил, что Капелин, у него главная такая интуитивная штука – это то, что мы заботимся и переживаем о многих сферах, где у нас нет контроля. И это не мешает нам о них заботиться. Все. Спасибо большое, Александр. Что ж, коллеги, мне кажется, у нас сегодня получилось чудесное обсуждение, очень интересное и продуктивное. Спасибо большое докладчикам за прекрасные выступления. Спасибо большое всем вам за участие в сегодняшнем семинаре. У нас близится лето, поэтому этим семинаром мы завершаем текущий сезон научных семинаров МНЦИС. И ждем всех вас, очень надеемся увидеть всех вас осенью на наших научных семинарах. Спасибо. 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 Спасибо за организацию. Спасибо. До свидания.